Латышская сезонная еда. Среди праздников немаловажную роль у латышей играли, а в какой-то мере и до сих пор играют праздники сезонные. Данные сезонные идеи об обычаях того или иного праздника в основном подчеркнуты или из документальных источников, это статьи путешественников, пасторов, материалы церковных, визитации и тому подобное, или из народных поверья и обычаев. В моем докладе, замечает Янина Курсита, название сезонной соотносимо с употреблением пищи. То есть это еда в разных отрезках годового цикла, а не в архаическом смысле слова, а от латинского «сатионе» – время сева. Сколько отрезков времени было у древних латышей? На этот вопрос трудно с уверенностью ответить. Если судить только под названием сезонов, то три – зима, лето и осень – зима, вассара, роденс. Название зимы – зима имеет в своей основе индоевропейский корень. Название лета вассара родственно русскому названию весны, латинскому «вер». В свою очередь, по-латышски «весна» – павасарис – является производным от лета, буквально пред-лето – павасарис. В основе этих двух слов индоевропейский корень – светить, блестеть. Так же, как в одних индоевропейских языках данный корень обозначает весну, в других – лето, это, по-видимому, указывает на то, что первоначально весна и лето считались одним сезоном. Название «осень» по-латышски «роденс», производное от «руц» – рыжий, как и в литовском, то есть это сезон, когда у листьев деревьев цвета рыжие. Предполагается, что прежнее исконное название «асенс» – «асенс» в латышском языке исчезло, чтобы устранить непроизвольное созвучие с «асенс» – кровь. В прусском же зафиксирована древняя форма названия «осени» – «ассонис». В латышской традиционной культуре нет однозначного деления сезонов ни на три, ни на четыре, но есть сложный комплекс представлений, часть из которых соотносится с четырехсезоньем, часть – с трехсезоньем. В то же время по отношению к тому или другому виду еды мы тоже находим деление и на более крупные отрезки, а именно на два сезона. Так, по мясоеду год делится на два сезона с Рождества до Янова или Иванова дня, когда почти не употребляется мясо и не режется скот, за некоторыми исключениями. Например, по отношению к телятильной или домашней птице. Из Иванова дня до Рождества, которое считалось полугодием регулярного употребления мяса, перед Яновым днем за Людена резали барана, свинью же кололи, когда наступали осенние или зимние холода, что позволяло лучше и дольше сохранять мясо. Наблюдалось и более мелкое деление не по сезонам, а по праздновым дням, где каждый из праздников имел какую-нибудь особенность в употреблении тех или иных блюд. Возможно, деление времени на множество частей, каждая из которых представляла отдельный праздник. Это явление более позднее, имеющее наслоение как дохристианских, так и христианских представлений, например, о посте. Праздники делились на более значимые и менее значимые. Первые праздновались дольше, от трех до четырех дней. Вторые праздновались не более одного дня, а иногда и не более одного вечера соответствующему данному празднику набором блюд. К наиболее значимым праздникам следует отнести два. Это, во-первых, Яни Дена, Иванов Ден или праздник летнего солнцестояния. Во-вторых, это взаимосвятки, Рождество или праздник зимнего солнцестояния. И в одном и в другом случае имелся регламентированный список еды и питья. В двух праздниках употреблялось рубленое мясо или сало в виде кровяной колбасы, в виде студня на Рождество или молотое мясо под названием фальшивый заяц на Иванов день. Размельченное мясо дополнялось на Рождество и размельченным зерном, крупой, из которой делалось путра, праздничная каша или груденис, еда из толченой, не молотой, а именно толченой, крупы, сваренные вместе с бобами и с мелкими кусочками мяса и свиной головы. И колбаса, и студень, а также каша представляли расчлененное единство, в основе которого лежала идея превращения и воссоздания. Цитата. «Расчленяя жертвенное животное, они как бы доводят работу хаоса до конца, до некого нуля космичности. Лишь теперь может начаться новое творение, постепенное преодоление хаотических сил и идущие параллельно ему синтезированные космоса. Части, разъятые и разбросанные по разным местам жертвы, собираются, отождествляются с элементами космоса и соединяются». Это цитата из статьи Владимира Николаевича Топорова, помещенной в мифы народов мира. «Весьма важное значение имела и форма подаваемого кушания. Как на Рождество, так и на Иванов день полагалось кушание округлой формы. На Иванов день это был круглый сыр с тмином. На Иванов день и на Рождество кольцо кровяной колбасы полагалось. Кроме того, на Рождество и зерныши конопли, смешанные с молотыми бобами и горохом, делали кушание в форме шариков – пейтес. Пекли пироги округлой формы, круглые лепешки – карашас. На Рождество десертом были яблоки, тоже круглой формы, и в зимние и в летние праздники круглая форма приготовляемых блюд символизировала солнце. Если на Рождество обильная еда доминировала над питьем, то на Иванов день преобладало питье, а именно ячменное пиво или напиток типа медовухи. Иногда на Иванов день делали так называемый бедруалус – товарищеское пиво, путем коллективного складывания ячменя и других для пива необходимых ингредиентов. В рождественский вечер ели также квашеную капусту, которую на следующее утро уже не полагалось есть, чтобы все кислое оставалось в прошлом. Здесь праздник Рождества соотносим с празднованием Нового года и с представлениями, что надо есть, чтобы оставить в прошлом, и что и когда надо есть, чтобы обеспечить хороший Новый год или Новый сезон. На Рождество и на Новый год при готовке и при потреблении еды важное значение придавалось числу 9. Необходимо было есть 9 раз. Вареный горох ели только по 9 штук в один прием. Вечером собирались 9 человек, обычно незамужних девиц, и, не разговаривая между собой, варили, помешивая так называемую мемопутру – немую кашу. После нанч ставили тарелку с путрой, с кашей у изголовья. Кто во сне придет, есть путру, тот и будет женихом. Значение, которое придавалось числу 9, по-видимому, связано с представлением латышей о девятидневной неделе. В латышском фольклоре 9 символизирует как аспект мифологического времени, так и мифологического пространства. Празднование Нового года было нововведением, которое позаимствовало некоторые ритуальные черты и в правилах еды, как от рождественских святок, так и от дохристианского дня Нового года, масленицы, по-латышски называемый метенис. Рождественского, родственного литовскому метай год, производное от глагола мест – мерить. На метенис тоже было обязательно за вечер поесть 9 раз, а также в качестве еды готовить кушание солнцеобразной формы. После летнего и зимнего солнцестояния следующие по степени важности в весеннем цикле – Пасха в христианском обличье с некоторыми элементами дохристианского праздника весны. В день Усеньша, Овсеня или Юриса, или Юргиса, Святой Георгий, которое отмечалось 23 апреля. Усеньш был патроном коней и в латышской мифологии был одним из сыновей бога-света Дьевса. Он был Дьеводелс – сын бога. Ритуальная еда на день Усеньша – суп из петушиного мяса, где петух, а также отварные яйца и яичница в данном контексте символизировали весеннее солнце. Еда готовилась и употреблялась обязательно вне дома, как правило, в ночном, то есть на пастбище, куда впервые по весне выгонялся скот. Усеньшу обязательно жертвовали часть еды и пива, оставляя их на жертвенных камнях или у жертвенных деревьев. День Усеньша праздновали еще в XIX веке, но постепенно этот праздник был заслонен Пасхой, которая в латышской традиции переняла часть как из ритуальных действий, так и из компонентов еды дня Усеньша. В цикле осенних празднеств более ранним значимым праздником был день Мартина Диена. Образ Мартини в более новое время был отчасти христианизирован и ассоциирован то с Мартином Лютером, а днем его рождения, 10 ноября, как бы это подчеркивалось, то с днем смерти турского епископа Мартиня, 1907 год. Первоначально, по-видимому, латышей Мартин, так же, как и Усеньш, был ипостазью сына бога, Диева Делс, патроном лошадей, символизировал умирающее солнце, переход от осени к зиме. На день Мартини, так же, как и на день Усеньша, обязательным кушанием должно было быть мясо, при том мясо петуха, причем обязательно его полагалось съедать с головой и ногами. Еще в начале XIX века петуха резали ритуально. Хозяин брал петуха, относил в конюшню, обводил петуха, держа в руке не по солнцу, а против солнца, около каждой из лошадей, стоящих в конюшне. Потом петуха там же резали и кровью орошали овес, который скоромливали лошадям. Левую заднюю ногу каждого коня намазывали кровью петуха для защиты от лету венса, духа, который, как считали, не гоняет по ночам лошадей до пота. Кровью петуха тут же чертили знаки обереги на дверях и других листах конюшни. Приготовленного к столу петуха с кружкой пива оставляли на ночь. Это была трапеза Мартиня. Поутру хозяины и другие мужчины семьи возвращались в конюшню и доедали, допивали то, что осталось. Усеньш и Мартин считались также покровителями пчел и меда, поэтому на их праздник на стол ставились мед и всевозможные медовые лакомства. К осенне-зимнему циклу было приурочено весьма важное празднество Дээлю Мирюшана. В буквальном смысле это угощение умерших предков, если более точно, духов предков, ихтонических духов, ведущих потусторонним миром, как, например, Дээлю Маате. Ритуал угощения предков мог длиться 9 дней, от 1 до 9 ноября включительно. Мог длиться около месяца или 3-9 дней, то есть 27 дней, а мог продолжаться с конца сентября вплоть до Рождества. Угощение должно было быть обильным, щедрым, в зависимости от уровня богатства. Забивали по одному из каждого вида домашнего скота. Готовили разные кушания из зерна, конопли и других ингредиентов. Смыслом богатого урожая было вымолить обильный урожай и увеличение поголовья скота в последующем отрезке времени. Угощение ставили или в укромном месте дома, например, в углу или за печью, или же в гумне, в бане, в тех локосах подворья, где в особенных случаях был возможен контакт между двумя мирами. Угощение могли отвозить и на кладбище, это в тех случаях, когда дома не угощали. Для домашнего угощения существовал особый ритуал приглашения умерших предков. Хозяин подъезжал к кладбищенским воротам и приглашал умерших, величая каждого поименно. После возвращался обратно домой. У дома стояли домашние и говорили, «Ешьте, ешьте, старые, и скорее прочь уходите». «Эдет, эдет, веце, эй, тадри, спроем». Только после того, как предки поели, попили, остатки еды и питья с веселым пением и благодарением духов и предков съедали и выпивали домашние. Пиршество длилось около суток, но самое время поминовения предков, как уже упоминалось, продолжалось гораздо дольше. Церковь вовсю боролась с таким обрядом поминовения усопших, но надо сказать, что вплоть до начала XX века, хотя и в утрированном виде, угощение предков сохранялось. У латышей были так называемые чрезвычайные праздники. Так же, как у римлян, имели место так называемые чрезвычайные праздники, справляемые в особо критических ситуациях. Это справляемые девять дней для умилостивения богов и духов, которые имелись также у латышей. Назывались они собары, буквально то, что высыпано вместе. От витальности этого праздника еще в конце XVII века о витальности этого праздника писал курземский священник Лангей, подчеркивая, что его основе представляет не языческих времен, а жертве. В начале же XVII века данный праздник описан курземским суперинтедантом Паулем Эйхерном. Латыши, пишет он, скинули деньги, купили скотину, пожертвовали ее, остатки съели сами. Такую жертву они называют собари. Они также собрались вместе, скинувшись ячменем, сделали пиво, выпекли хлеб, призвали к языческим обычаям Бога, чтобы тот отогнал чуму. Они делали это во время чумы в 1602 и 1625 годах. Известие о Сомбарах, как еще действующим обычаям, можно найти в конце XVIII века у лютеранского пастора, христиана Давида Ленца, который прожил с 1720 по 1798 год. Он служил в Идземе, в Цесвейнском крае. Он с упреком пишет о неподобающих Сомбарах, целью которых было вызвать дождь. В современности сознание сезонности еды у латышей сохранилось. Сохранилось только по отношению к праздникам летнего и зимнего солнцестояния. Конечно, с дополнениями, как, например, шашлыком на праздник Лигу, который празднуется в ночь 22 на 23 июня. В мифологических же текстах, в дайнах, сказках, преданиях о еде упоминается обычно вне ее сезонного характера. Главное внимание уделено идеологическим преданиям, как появилась на свет та или другая еда или напиток, как складывалась традиция изготовления того или иного блюда, что такое явство богов и что такое дьяволическая еда, еда Велмса, черта, противника бога, кто из богов является покровителем или первым изобретателем того или иного кушания или напитка. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok